Добрый день всем любителям прогнозов, даже не день у меня, а вечер и ночь. Многие спрашивают откуда такое количество футболок. Это нормально для меня, потому что я собираю футболки уже довольно таки давно. Сегодня футболки в Валенсии. Купил, купил ее в Испании, когда мы были в Валенсии два месяца. Кстати, если кого-то интересует, могу свести. Есть девчонка, которая занимается поиском квартир на отпуск в Валенсии и других городах Испании. Очень ответственная, может помочь. Собираю футболки разные. Коллекция большая, правда некоторые уже пришлось отдать или повыкидывать, потому что износились безрядно. Раньше заказывал в китайских интернет-магазинах на eBay. Сейчас тема эта прошла, потому что не особо качество футболок устраивает. Эта футболка из фирменного магазина Валенсии, купленного возле стадиона Мисталия. Очень нравится мне, очень качественная. Жалею, что я еще купил костюм спортивный, тоже Валенсия. Очень прикольная, качественная. Я жалею, что еще не купил больше. Это как отступление к нашим прогнозам, потому что матчи сегодня не особо хорошие. Я не люблю такие команды и не люблю особо прогнозировать такие команды. У нас играет Швейцария-Франция, Гондурас-Эквадор. Что хочется сказать. Швейцария-Франция. Я не удивлюсь, если в этих двух матчах будет тотал меньше. Вернее, удивлюсь, если в этих матчах будет тотал больше. Вот так правильно сказать. То есть они мне приятно обрадуют. Хотя чемпионат этот вроде бы верховой, но все равно я не думаю, что в этих матчах будет изобилие голов. Вот разве что Гондурас тут посыпется. Вот. Швейцария-Франция у нас последние три игры между этих командами заканчивалась 0-0, 1-1 и 0-0. Хороший такой французский футбол без голов, без ничего. Поэтому, ну, как бы, многие, наверное, из вас присматривается кто-то уменьшил. Тут тотал меньше трех там с неплохим коэффициентом дается. Вот. Швейцария, в принципе, пропускает основную статистику на канале Футбол Украина. Вот. Говорили, что они по полгола за мать что-то такое пропускают. Ну, я как бы не смотрел, потому что просто нету желания рыться в этих командах. И сразу скажу, что в особых ставах я на этих матчах делать не буду. Так просто дам свой прогноз, свое видение игры. Вот. Швейцарцы мало пропускают, французы забивают и мало пропускают. Из-за этого возможен счет тоже 0-0, 0-1, 0-2. Вот такой мне счет. Вот. Я колеблюсь в этих счетах. Вот. Но, опять же, не являюсь особым специалистом угадывания счетов. Я так люблю больше по голам, по тоталам. Вот. Что будет? У нас 0-0 устраивает, в принципе, и Францию, и Швейцарию. Вот. Потому что Франция набирает, а обе команды набирают по 4 очка. И дальше уже остается у Франции матч с Эквадором. Вот. Кстати, французам важнее матч в этом плане, потому что Эквадор южноамериканская команда, которой будет не хватать очков. И в связи с этим французов отлаживать на последний тур разбирательство тоже неохота. Вот. А швейцарцы, в принципе, могут себе позволить проиграть. Потому что третий матч у них с Гондурасом, а там, естественно, есть шансы на победу. Хотя тоже нельзя отлаживать все дело до третьего тура, где может повернуться все в любой момент, в любую сторону. Думаю, что в этом матче будет, как во многих матчах, которые сейчас проходят, даже вот Англия с Сургуаем играли. Очень грязный матч был, очень много фолов, и там, по-моему, одна или несколько желтых карточек. Вот. Поэтому желтых карточек меньше четырех с половиной. Судья у нас норвежец из Голландии Бион Куйперс. Вот. И я не знаю даже за кого он будет судить, потому что, как голландец, он понимает, что французов надо, возможно, прибить, чтобы голландцам меньше было проблем дальше в 1-8 финал, в четверть финале. Вот. Но это так, из области философии и фантастики. Вот. Поэтому тут одно ясно, что желтых карточек должно быть не очень много. Опять же призываю вас присматриваться к ставкам, где фаворитов и грантов современного футбола дают фолы минус... Фолы индивидуальный тотал 10 с половиной, 11 с половиной. У нас получается по пять, по шесть фолов за тайм. Что, в принципе, достижимо в условиях современного футбола. Тем более, Швейцария может держать мяч, атаковать может вполне. Мы посмотрели на матчи с Эквадором, как они атакуют. Тоже хорошая команда. Вот. Поэтому, опять же, тут, исходя из того, что матч низовой, можно присмотреться к плюсовой форе, но букмекеры прочитывают эти все обстоятельства и там плюсовой форы не особо много. Вот. Поэтому, если брать линию и как она выглядит, то сладче всего выглядеть именно ставка на французов на победу. Вот. Они могут вполне реально могут победить минимально в этом матче. Хотя, не обязательно абсолютно. И в целях экономии сил и средств и их близости между собой. Швейцария ограничивает с Францией. Вот. Они могут раскатать ничейку и на этом разойтись и дальше уже решать свои проблемы. Вот, что сладко смотрится, на мой взгляд, это владение мячом Франция минус пять. Я думаю, что бы не происходило на поле, даже при том, что Франция будет вести 0-1, там, то французы будут стараться контролировать мяч, подолгу его разыгрывать, доверного. И швейцарцы в этом плане, хоть они и переиграли Эквадор по держанию мяча, но думаю, минус пять на французов должен прокатить. Вот. Вот это основные ставки у нас. То есть, счет на матч 0-1 у меня в пользу французов, что не обязательно. Желтых карточек меньше. Франция фолы больше одиннадцати с половиной. И владение мячом минус пять процентов на Францию. Еще выписал Франция больше одного гола, но не обязательно. Не тот вариант, где можно ставить эту ставку. Вот. А эти ставки у меня любимые, насколько вы могли увидеть с моих видео. Дальше еще менее интересный матч, хотя он может стать более интересным. Андурас-Эквадор. Вот. На процентную вероятность этих матчей говорить не буду, я даже не смотрел. Но тут всем понятно, что Франция и Эквадор тут лидеры в парах. Поэтому будем отталкиваться от этого. Поставил счет на матч 0-2 в пользу Эквадора. Ну, как поставил. Просто говорю этот матч. Это свой вероятный счет. Я на счета не ставлю, опять же скажу. Вот. В принципе, это час суда или как, час расплаты для Эквадора. Поэтому Гондурас попал в очень эффективную ситуацию, в которой они уже проиграли матч. Плюс еще Эквадор, которые тоже южноамериканская команда. И я думаю, есть смысл пригодиться к ставке победа 2 на Эквадор. 1-75 это почти сродни победы Хорватии. Хотя Гондурас не такой разваленный, как Камерун. Но все же, я думаю, у эквадорцев должно хватить потенциала, чтобы обыграть Гондурас. Хотя, в принципе, тоже команды непонятные для нас. Эквадор мы видели, что со Швейцарией вроде бы команда что-то показывает. А потом в определенный момент просто два каких-то момента они прозевали свою даже ничью. Какая картина возникает перед глазами, когда думаешь об этом матче, возникает картина грязного матча, в котором обилие нарушений, хамства, какие-то стычки. Потому что две южные команды и будет очень жарко на поле. Дима, который у меня дает на сайте прогнозы, он говорит о том, что здесь должно быть удаление за 3.85. Я с ним полностью согласен. А когда мы вместе приходим к общему знаменателю, частенько проходит это удаление. В принципе, еще закон такой ставок есть. Или мой закон, от которого я отталкиваюсь. Закон этот играет именно в таких матчах, как Англия, Уругвай, другие матчи. Это в матче, если это не Греция, конечно. В этих матчах, в которых никому не нужна ничья, обычно играется тотал больше двух мячей. То есть, сценарий матча таков, что 0-0 не устраивает никого. 1-0, опять же, можно сравнять. А уже 2-0, это либо кто-то опускает руки, как испанцы опустили руки. Либо, ну, не то, что опустили руки, а просто чилийцы закрылись. И все, и больше вариантов у испанцев особых не было. То есть, тотал больше полтора, больше двух. Ну, больше полтора, тут маленький коэффициент. Здесь можно проверить, Эквадор больше одного. Если есть там и хороший коэффициент, я не присматривался. Тотал больше двух. То есть, два мяча тут должно быть, потому что командам невыгодно играть ничью. И это такой мини-такой закон от Капара. Если хотите, запомните себе. Если знаете, то еще раз помните его. Про удаление я уже сказал. Статистика игр между этими командами такая, что она очень простая. Что тот играет дома, тот играет 1х. Вот у них вот так вот. Сейчас они играют на нейтральной территории. И тут, как бы, наверное, один из первых матчей, в которых 1х уже не сыграет. Вот. Счета, кстати, счета. Между этими матчами ни разу не было матча, в котором забито менее чем 2 гола. Счета 2-2, 0-2. То есть, я первым говорю Гондурас, вторым Эквадор. 2-2, 0-2, 1-1, 2-1. Один раз вот Гондурас выиграл. 2-3 и 1-1. То есть, большинство матчей на обе забьют. И тотал больше полтора. Вот. Естественно, в таких матчах, в желтых карточек больше 3,5. Судья Вильямс из Австралии. Я не знаю такого судью. В принципе, в Австралии привыкшие к силовому, такому английскому футболу судьи. Опять же, не могу ничего сказать по этому суде. Но по самому характеру матча, в желтых карточек должно быть больше 3,5. Вот. И, кстати, если говорить о судье, и можно сопоставлять с судей, которые судят матч, какие чемпионаты судит этот судья, и верховой ли это чемпионат, или низовой. Так вот, в Австралии чемпионат верховой. Соответственно, судья, весь его менталитет футбольный, говорит о том, что он будет склонен к тоталу больше. Вот. Вот так. Как-то такая тоже умная мысль. В связи с тем, что матч будет грязный, желтые карточки больше 3,5. Вот. И фолов больше, общий тотал фолов больше 25,5. Вполне достижимый показатель. Ну, все, думаю, все по этим матчам. Пишите, опять же, комментарии. Чемпионат набирает свой ход. Матчей становится... Голевых все меньше, поэтому немножко надо умерять свой пыл. Вот. И ставки на тоталы больше как-нибудь придерживать при себе. До, хотя бы до матчей группы, там, где Португалия с Германией играет, там более будут верховые матчи. А в остальных группах будут вот такие матчи, что команды будут закрыто играть. Хотя, надеемся на лучшее, авось что-то и порадует нас командой игрой своей. Все, всем удачи, всем до новых встреч. Пишите комментарии и всем хорошего футбола. Субтитры создавал DimaTorzok